Моя миссия здесь очень простая. Я смотрел, когда Кирилл предыдущий сделал вопрос, кто программировал на JavaScript и все такое, примерно половина пробовала, половина нет, поэтому у меня такой вот очень разминочный для всех, даже не тренинг, а просто набор таких вот действий руками, которые позволят вам написать несколько программах Hello World. Я себя в данном мероприятии позиционирую как специалист по Hello World. И несколько штук мы с вами сегодня разработаем. Значит, по поводу выполнения заданий, обычно так будет у нас построена работа. Я какие-то буду вещи рассказывать общего характера, потом что-то делать руками и доделывать, и ждать, пока вы, поняв идею, все это дело быстро закончите. За некоторые, мы договорились в пулуарах, что за некоторые, значит, вот, задания, которые будут сделаны первыми, или с каким-то, может быть, интересным, с интересной фичей, вот, будут сдаваться такие устройства для того, чтобы мы попробовали, ну, забрали их, в общем-то, и с ними что-то делали. Вот, значит, я расскажу про две вещи, в общем-то, это, ну, как вообще устроен HTML5, даже не то, что как он устроен, HTML, наверное, во всем встречался, вот, но тем не менее, какие там есть новые фичи и особенности, которые позволяют использовать его достаточно уже мощно для написания, ну, не только мобильных приложений, но и, скажем так, богатых интернет-приложений. Вот, и расскажу, это первая часть, мы напишем примитивный, значит, штебный страничку с нуля, на которой будет написано «Hello World», как обычно. Вот, и второе, я расскажу все-таки, вот, более тазин-специфическую часть, это, вот, девайс API, то есть, какие устроены, какие интерфейсы вам доступны на устройстве, в ваших программах, которые вы будете писать на JavaScript, вот, и, в общем, некоторые приложения, такие самые примитивные, мы напишем с вами вместе. Вот, ну, давайте, начнем, да. Значит, вот, давайте так, поднимите руку те, кто никогда не слышал, что есть HTML5. Вот, отлично, только я не слышал, что прекрасно. Значит, мы давайте, значит, сравним HTML5 с HTML4. Вот, здесь видно, что изменения, в общем-то, все изменения коснулись двух вещей. Значит, первое, это появились какие-то элементы разметки, которые, в общем-то, позволяют вам более, ну, скажем так, удобно структурировать ваши странички. То есть, как вы поняли, любая программа, ну, если это не нейтинг, программа, а вот веб-приложение в Tyson, это все-таки какая-то, какая-то веб-страничка, да, HTML5, в качестве фронт-энда и бак-энд, вот, какой-то, значит, JavaScript, вот, который, возможно, использует интерфейс и платформы. Вот, значит, элементы разметки. Вот, Кирилл много рассказывал, вот, то, как устроен UI. Я проявляю почти минуту говорить, но вот, просто скажу, что есть, вот, мы увидим это в простейших приложениях, вот, некий header, footer, article, nav, то есть, это некая навигационная часть с кнопочками, вот. Ну, и, а второе изменение, которое в HTML5 появилось, это, собственно, поддержка различных API. Вот, значит, API такие, ну, вот, опять же, здесь уже звучало, я еще раз более четко скажу, что есть API, которые поддерживаются консорциумом IPVC, то есть, это, вот, те, которые стандартизуют все, что в интернете выглядит, вот, а часть, она, вот, Python-специфик, и, вот, это касается API. Итак, HTML5, теперь вы можете рисовать просто на холсте, да, как раньше этого не было, вы не могли на страничке рисовать ничего, теперь можете. Появился вот такой вид контента, как видео, аудио и так далее, то есть, вы уже на веб-страничке можете описать различные, ну, не знаю, плеер можете сделать, это встроено уже прямо во HTML5, то есть, ваш браузер должен, ну, может, что-то уже все проигрывать. Вот, дальше, какие-то средства для оффлайн-веба, да, то есть, вы можете скачивать какой-то контент, подключаться от интернета и, в общем, работать с этими предложениями, не будучи в онлайн-режиме, вот. Драгон-бру поддерживает HTML5, да. Дальше, очень большая часть, да, очень большая часть касается работы с файлами, то есть, файл 5 довольно большой, давно зрел. Вот, HTML5 вы можете работать с файлами локальными, какими-то, да, устраивать свои хранилища и так далее. Дальше, хорошая новость, что геолокация, опять же, в HTML5 уже встроена, да, то есть, если вы пользуетесь какими-то приложениями, ну, или открывали какие-то сайты, не знаю, которые используют вашу позицию, иногда вы видели окошко, что, а вот браузер там, чтобы поиспользовать ваш локейшн, да, это уже HTML5 в полном, так сказать, виде. Вот, ну и база данных поддерживается тоже уже, то есть, теперь не нужно сильно напрягаться, думая о том, на какой платформе вы работаете, чтобы большими данными работать, вы можете просто пользоваться средствами, в общем-то, HTML5. Вот, и, ну, для тех, кто совсем, значит, новичок в этом деле, давайте разберемся, как же устроен вот этот HTML frontend и JavaScript backend, то есть, у нас простецкая задача вот написать такой Hello World, ну, пока это просто страничка, да, сейчас я настрою среду вокруг себя, вот, то есть, вот, давайте еще раз эту страницу открою, значит, самое примитивное приложение состоит из двух компонентов. Первый компонент – это, собственно, разметка HTML-страничка, вот, значит, HTML, для тех, кто не знает, может, просто напомню, да, вот, он имеет такую древовидную структуру, всегда в начале HTML5 это так пишется, доктайп HTML, других доктайпов, насколько я знаю, нет, что неправда для HTML4. Вот, и дальше у вас есть такая структура, структура древовидная состоит просто из тегов, там, открывающие теги, закрывающие теги, и, значит, вот, различные секции вы можете этими тегами размечать. Ну, вот, давайте сейчас попытаемся просто вот руками, головами сделать такую страничку, которая вот здесь вот слева у меня нарисована, да, то есть, я для этого беру самый простейший текстовый редактор, вы можете взять, в зависимости от того, что у вас там, Windows, Windows или что-то еще. Я вот возьму ГЭДИТ какой-нибудь, это просто текстовый редактор, да, и попытаюсь написать, то есть, написать вот самую простейшую, да, HTML5-страничку, значит, да, начинаем ее писать с чего? Ну, первое, доктайп, ну, вот, значит, это у нас HTML5. Давайте, пока мы не будем ее делать слишком сложно, значит, любой HTML5, вот, любая страничка, она содержится между двумя тегами, HTML5-закрывающей, HTML5-закрывающей. Вот, ну, и тут можно написать в этот текст, он, в принципе, будет работать, но давайте мы сделаем его немножко поумнее, мы напишем все-таки здесь какой-то бадди, следует сказать, что вот, любой контент, любое, то, что вы пишете на HTML5-страничке, оно делится на такие секции, смысловая секция, это вот, бадди, да, то есть, основная страница, и, значит, какой-то, там, хедер, допустим, написатель, который использует, там, браузер, в основном, для того, чтобы, там, как-то, с оптимизировать отображение, загрузка, чего-чего-чего-чего. Вот, ну, давайте пока просто внутри бадди напишем холлобот. Вот такая у нас страница, это совсем такое детское упражнение. Вот, заведем какое-нибудь место, где мы будем это дело все хранить. Итак, где-то вы сохраняете совершенно на каком-то своем, в своем каталоге, в каком угодно. Вот у меня редактор оказался умным, он сразу все это подсветил. Вот, давайте теперь возьмем браузер, да, и начать, просто откроем этот файл, посмотрим, что у нас получилось. Сейчас у меня где-то был здесь. Да, это два. Вот, это холлобот наш, в общем-то, это никакого труда. И вызывает просто для тех, кто, значит, первый раз это, в общем-то, видит. Пока это только разметка, это просто, ну, может быть, лучше для интерфейса. Никакой программы там нет, это программирование интерфейса. А вот, вернем, да, если я верну к разу презентацию, и мы еще можем этот слайд обсуждать. И теперь, вот, вы видите, там появляется секция Head, и в этом Head у нас есть, значит, такой вот, такая секция называется скрипт, SRC равно что-то там, и имя файла. Вот, вот это уже способ подключения нашего кода на JavaScript. То есть, ну, пока наша программа будет очень простая, она тоже будет генерировать холлоборлд, но она будет делать это в виде, ну, просто, вот, упапок, окошек. Давайте попытаемся вот это вот реализовать. Кроме еще один элемент, еще, еще один файл, я вот просто создаю здесь, да, и напишем теперь уже правую часть. Вот это вот у нас. Да, и перед тем, как мы это напишем, давайте пару комментариев. Что такое JavaScript, что это вообще за язык такой, и как он работает. JavaScript это вот интерпретируемый язык. Вот, ну, давайте я уберу, чтобы это все было видно. Он интерпретируемый язык. Причем он динамически типизируемый. Что это значит? Это значит, что, ну, здесь вот функция без аргументов, да. Вот, ну, если вы пишете прототип функции, ну, или просто функцию, да, определяете, там, допустим, есть параметры, вам не надо указывать типы этих параметров. Параметры приобретут свои типы в тот момент, когда, ну, эта функция будет вызвана. Например. Вот, то есть, что это вам дает? Во-первых, это дает вам возможность, ну, скажем так, более легкого кого-то синтаксиса, да. Во-вторых, ну, наверное, даже об этом я сегодня и не буду говорить. Ну, может, и буду говорить. Во-вторых, вы можете получать достаточно интересную функциональность. Ну, вот, например, смотрите, у вас, вот, я потом объясню, вот написано, window onload, да. Это функция, это, в общем-то, переменная, да. Но эта переменная хранит функцию, которая вызывается в момент загрузки странички. То есть, вот, динамическая типизация нам позволяет вот такие вот, в общем-то, делать фокусы, да. Мы можем переменную, переменную сохранить функцию, например. Вот так. Давайте разберем вот код, который здесь справа, на лицо. Значит, первое. Ну, вот мы определяем просто функцию, да. Вот, вернее, функцию переменную. var, это обозначение любой переменной. Вот, var и nit, мы ее называем и nit. Да, вот эта переменная хранит у нас функцию. Ну, в этой функции что-то там происходит, какой-то alert называется. Вот, и дальше, дальше, у нас есть на страничке, на самом деле, несколько стандартных обработчиков. Когда страничка загружается браузером, когда она загружается, когда еще что-то там происходит, когда пользователь там, куда-то где-то клипит, что-то такое. Вот, мы везде можем обработчики свои повесить. Вот, ну, давайте вот это вот напишем и посмотрим, как это работает. Да, вот здесь напишем просто var и nit. То есть это переменная. Мы могли бы вот так закончить ее, нашу программу первую, да. Мы сразу ее присвоим. Function. Поскольку у нас никаких параметров нет, мы можем, значит, здесь ничего не писать, здесь просто напишем alert, здесь напишем тоже что-нибудь. Hello World. Давайте напишем Hello World Tizen. Это даже интереснее. Хотя это вообще-то ничего не меняет. и window, значит, оно вот, это стандартный, еще раз, да, стандартный, стандартная переменная, которая относится к окну текущему браузера, да, или к текущей страничке. Вот. Мы ее присваиваем. Это значение, да, это и нет. Это наша вот эта переменная. Теперь мы сохраним вот этот код, ну, где-нибудь там, hello.js, да. Вот, сохранили. Еще раз, да, у нас есть два файлика вот с таким содержимым. Вот. Значит, у меня немножко отличается, чем в презентации, да. Вот, если мы сейчас пойдем в наш браузер, обновим вот эту страницу, ну, мы ничего не увидим. Что-нибудь может сказать, почему у нас не работает? Что-что-что? А, скрипки подключить. Правильно. Правильно. Это правильно. Я тоже так думаю. Давайте попытаемся его подключить. Ну, обычно, то есть, по-хорошему, если говорить про HTML+, JavaScript, вы скрипт можете написать прямо на HTML-страничке. Иногда так делается, если это какая-то функция, которая локально имеет смысл, а глобально ее не имеет смысла использовать. То есть, из одного места она используется и все. Вот. Обычно, значит, то, что вы будете... Сейчас мы создадим простейший пример в Python, вы увидите, что обычно все выносится как мы видим, в один скрипт. И обычно скрипт пишется внутри секции head. То есть, браузер, когда интерпретирует страничку, он сначала head интерпретирует, то есть, сначала весь ваш ход карты там использует, а потом уже все это содержит. Это нормально. Давайте так напишем. То есть, напишем head. Вот. Закроем этот так. Ну и здесь напишем скрипт, да. скрипт. То есть, практически скрипт равно. Да, вот здесь у нас было hello.js. Вот. Ну, собственно, и все. Да, но... Правда, скрипт нам надо закрыть. Я не буду сильно вникать в HTML-разметку, в HTML-код, это довольно понятно. Просто некоторые теги, они содержат аргументы. Вот пример аргумента, да, вот у нас... То есть, содержимое пишется между тегами, открывающим и закрывающим, да, вот как у нас хрона писано. А аргументы, как бы, тега, да, пишутся внутри, ну, первое, ну, это, в общем, альтернативный синтакс, если вы можете там, в некоторых случаях там и сам писать. Но обычно вот аргументы придают, сколько там, да. Вот мы сейчас написали какой-то скрипт, давайте сохраним все. Сейф. Есть. Сейф-фол. Фол, я не люблю. Сейф-фол. Попробуем в нашем граузере, что мы получили. О, мы получили вот это окошко. Ну, hello world осталось. Hello world. Я сейчас, в общем-то, оставляю вам возможность. Там, в течение двух минут, одной минуты, даже меньше. Вот это дело закончить. То есть, пожалуйста, сделайте страничку, которая действительно вас подключает в JavaScript и добейтесь того, что этот JavaScript работал. Значит, какие могут быть, ну, вот он здесь, значит, показан. Вот какие могут быть проблемы. Проблемы такие. Ну, первое. У вас, например, что-то не вызывается. Да, вот вы загружаете страничку. А как ее добиться, чтобы она загрузилась? Ее надо обновить, да, в браузере. То есть, вы ее можете сохранить, но она же отрабатывает скрипт только в момент загрузки. Поэтому, чтобы добиться эффекта, надо еще раз, да, у меня уже все отрабатывает. Еще раз, раз, я это обновил. Вот. Что еще бывает? Бывает, вы неправильно написали имя файла. Бывает, вы его положили не там. В общем-то, ни у кого, по идее, не должно быть каких-то серьезных проблем с этим. Так, теперь, да, запускаем среду и пытаемся все это сделать. Уже, как сказать, уже, ура, мы начинаем писать Hello Work, но уже для Тайзера. Так, хорошо. Значит, вот давайте так. Я запускаю... Сейчас пока... Я так, немножко медленней, может быть, подробнее расскажу об окружении, пока там решаются проблемы с запуском, да. Значит, я запускаю Тайзер на SDK, он спрашивает, что такое, вот, в игре, значит, Workspace, да. Workspace, это обычно такая вот коробка, где вы разрабатываете группу проектов, там. Вот. То есть, вы меняете, как правило, Workspace для того, чтобы работать, там, над другой группой проектов. Вот. Ну, я сейчас какой-то там создам себе новый Workspace. Какое-то время мы тратим на то, чтобы загрузить все эти Java-классы, которые ключи используются. Ну, вот, это, собственно, наш SDK. Вот. И мы здесь можем создавать какие-то новые проекты, да. Давайте попытаемся создать Тайзенберг-проджекты. Вот. Вот эти вот, в принципе, картинки уже вы видели в презентации Кирина, да, когда мы рассказываем про языки Кирина. Нас, вот, будет интересовать всегда только Basic, вот, Basic Application. Ну, давайте назовем его, Hello опять. Вот. И, собственно, никаких других параметров нам не потребуется. Не потребуется. Посмотрим, что будет сгенерировано. Значит, будет сгенерирована... Будет сгенерирована... Вот такая вот группа каталогов. Еще раз я повторю, что в них есть и за что каждый каталог или файл отвечает. Ну, во-первых, вот, индекс HTML, да, если приглядеться, это не что иное, это тот же самый HTML, который мы только что нарисовали руками, только более такой навороченный даже. Вот. Там есть тоже другтайп HTML, там есть хэд, который довольно сложный, но вот эта строчка нами только что была написана, да. Мы теперь понимаем, как у нас все устроено внутри приложения, да. Вот, ну, и здесь какая-то, значит, вот, бадди имеет какую-то, значит, серьезную разметку. Ну, что значит серьезно? Ну, вот здесь какие-то два заголовка. Вот. Здесь нам бар, то есть кнопочки сверху, там, вкладками, да. Мы сейчас все это удалим, нам не понадобится. Вот. И здесь вот компонент Article, в котором, ну, что-то там главное написано. Вот. И еще есть, я, честно говоря, пропустил про UX. Есть часть, ну, значит, вот футер, наверное, про который тоже говорилось, да. То есть я сейчас в футере написал, что тот выбирает, да. Вот. Дальше смотрим. Вот на этот скрипт, да. Тот же самый скрипт SRC равно. Вот. И смотрим, где лежит наш главный скрипт. Вот он. JS, MainJS. Вот теперь мы можем сюда сходить. И увидим, что, да, действительно, у нас есть какой-то MainJS. Он такой, достаточно, ну, какой-то сложный. Мы сейчас его просто почистим. Будем писать заново. Вот. Что тут дальше есть? Ну, еще нам положили иконку. И положили CSS. Ну, то есть CSS это такой способ, для тех, кто не знает, скажу просто. Вот если вы написали что-нибудь в страничку, да, текст какой-то, вы можете, например, сделать, там, указать в тегах с текстом, указать, что он там красный, синий, там, или крупный, или мелкий, и так далее. Ну, вот для того, чтобы каждый раз не переписывать кучу страниц, вы вот назначение этих атрибутов выносите в отдельный файл, который называется CSS, каскадный таблиц и стиль, и таблиц и стиль. Вот. Где просто очень простой синтаксис, вот, указание, какой использовать шрифт, для всех элементов одинакового типа, какой использовать цвет, и так далее. Ну, то есть способ разнести дизайн, вот, содержимого контента, это вот просто надо принимать, да. Я уверен, что этот CSS у нас, ну, да, я был неправ. Я думаю, что он ничего не содержит, но, кучу чего-то. Ну, в общем, мы пока не разобьем. Он содержит какой-то базовый размер, поэтому, то есть, вот. И еще важный файл, который нам здесь генерировали, вот он. Это конфикс XML. Мы можем на него посмотреть, как на XML, но мы этого делать не будем. Важно увидеть, что здесь вот есть гора вот этих вот вкладочек. Сейчас по ним пройдемся, быстро, да, которые определяют ваше приложение и его возможности. Ну, то есть, вот вы знаете, что, ну, кто какие-то любые мобильные приложения писал, да, всегда есть какой-то файл, да, который, ну, даже не только мобильные, да, и там Java-приложение, если вы распространяете, вы пишете какой-то манифест файл, да, который вам декларирует, что это за приложение, что он умеет делать, и так далее. То есть, вот, значит, ну, вот что здесь есть, да, какое там, ну, какое-то авторство, да, значит, какие фичи, можете добавлять здесь что-то, да, если это имеет смысл. Вот, привилегии то же самое, значит, вот здесь тот список, который Кирилл вам уже показывал, например, если вы хотите уметь запускать приложение, вам надо, значит, привилегии какие-то конкретные, да. Я еще, там еще будет слайд про привилегии, мы про это поговорим. Вот, ну, и различные здесь вот можно посмотреть, пока мы ждем вот ребят, которые там что-то настраиваются, да, можно посмотреть, что здесь вообще внутри есть. Ну, как я уже говорил, редактировать этот файл внутри, ну, в самом СМЛе, ну, наверное, не стоит. Потому что можно там чуть-чуть поправить, не возвратить, не долго думать, что там не работает. Вот, теперь следующий шаг. Ну, вот мы собрали приложение, ну, мы даже его не собрали, мы просто создали из шаблона пустое приложение. Пытаемся его запустить. Пытаемся запустить. Давайте вы тоже попытаетесь сделать. Вот, Run, S. Ну, для начала давайте сделаем вот Tizer Web Simulator. Выберем Simulator. Вот тут он что-то спрашивает на данном разрешении. Вот, в принципе, ну, здесь мне, к сожалению, при таком разрешении это не влазит на целый экран. У вас должно влезть. Вот. В принципе, это такой, ну, что это такое? Это вообще-то браузер. Да, вот, не что-то, но это просто браузер, который, ну, еще вот справа, слева содержит, значит, какой-то управляющий вот контрол такой сложный, да, который что-то позволяет. Ну, например, он там повращает ваше устройство, да, если вы написали, мы сейчас такое, я надеюсь, что вы попытаетесь написать, кто-то из вас, да, вот, вы можете, значит, вот что-то там сделать, фейсдаун, да, положить, не знаю, шейк, потрясить, да, значит, на место, там, еще как-то покрутить. То есть, если вы что-то пишете, какую-то игру сенсорную, ну, удобно отлаживать, в принципе. Можно сдавать абсолютные значения, да, вот здесь вот, углы. Вот. Так, вот интерфейс управления коммуникациями, значит, вызовы, значит, вот. Ну, в общем, это довольно типично для мобильной разработки, ну, для тех, кто еще этим не занимался никогда, мобильной разработкой. Обычно существует два таких рубежа, да, отбатки приложения. Первый – это, собственно, симулятор. Второй – это уже на девайсе. На девайсе отлаживать быстрее, в принципе, ну, и удобнее. Хотя некоторые вещи в девайсе не отладишь. Например, вот у меня на каких-то углах, там, приложение должно, там, вот как отрабатывать, сигнал, чтобы привязать, да. Я пишу какое-то приложение, которое вот у меня в зависимости от места, ну, в зависимости от положения, там, что-то делает. Часть приложения я могу на симуляторе отладить, а часть вообще не могу. Вот, например, она у меня звук играет. Вот, генерирует ноту в зависимости от такого языка. Вот, я написал. Очень просто сделать. Ну, вот такая идея, да, вот. Что-то захочет опубликовать. Вот, очень хороший, значит, такой инструмент, да. Вот. Значит, то есть первый шаг на симуляторе, второй шаг на реальном девайсе. Некоторые производители предоставляют, я не знаю про Samsung, с Intel, они, может, пояснят. Некоторые производители предоставляют доступ удаленный. Девайсом, то есть вы можете зарегистрироваться где-то там на сайте специально, ну, получить доступ к лаборатории, где девайсы разобраны и лежат. У вас будет такой интерфейс доступ к, ну, уже к физическому устройству. Вот. Окей, что тут еще есть? Ну, какие-то тайм-зоны, там, локейшн, что-то тут, какие-то атрибуты отображения. Вот. Ну, например, нетворк-менеджмент. Очень может быть интересен многим из вас, да, если приложение, допустим, в каких-то случаях работает только когда есть сеть, часто такие приложения нужны, или приложение меняет свое поведение в зависимости от того, среди, но оно с чем-то поведение. Вот вы можете здесь вот пощелкнуть этими кнопочками, и посмотреть, что вы, ну, как приложение на это реагирует. Например, приложение может скачивать чего-то, если оно к Wi-Fi поцепит, но и, значит, не может ничего скачивать, если оно там через суток и сеть работает. Батарейка. То же самое можно задать там уровень. Можно подключить розетки. Отключить. Вот. Так, да. Ну, в общем, вот такие вот здесь есть у нас возможности. Ну что, я надеюсь, что там вы докачали? Или еще нет? Ну, давайте я пойду дальше. Там, если вы будете сильно отставать, наверное, как-нибудь мы тогда разделим работу для тех, кто быстро делает, и для тех, кто пока по каким-то причинам отстает. Итак, мы запустили это приложение. Ну, хорошо. В веб-симуляторе это работает. Давайте попытаемся запустить это в... 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 веб-аппликейшн. Да, вот тут он, значит, пишет, что... влезь селект и таргет for launching application. В чем смысл? Смысл в том, что у нас нет ни одного, ни одной виртуальной машины, мы не создали, который запускать. Вот, Кирилл рассказывал перед этим, что надо создавать виртуальную машину. Создавать ее надо вот здесь. Вот он. Вот этот вот connection manager или connection of floor. Если мы сейчас создаем... У меня тут, к сожалению, не создана машина, но я ее создаваю. Вот, если вы первый раз запустили SDK, у вас вот примерно такая картина. Вот здесь надо умудриться создать девайс. То есть вы создаете у вас виртуальную машину. На самом деле, ну, интуитивно понятно или непонятно, что надо нажать на крестник и написать имя. Например, вайзер. Вот. В принципе, все остальное я рекомендую оставить без изменений. Кстати, здесь есть какие-то магические кнопочки, как они называются виртуализацией GPU. Вот, если у кого-то что-то не работает, попытайтесь их пощелкать, вдруг заработает. Я не пробовал. А сейчас вопрос. Как чувствовать окно? А вот смотрите, вот у вас слева в углу есть вот такой connection explorer. Вы сюда вот нажимаете на вот эту зеленую штуку, и вот он где-то там появляется. если он сразу не открывается, там может быть какое-то время пройдет, то он, если памяти мало, иногда там... Вот. Ну и здесь, опять же, как вам говорили, вы можете выбрать разрешение экрана, для которого вы это делаете. Вот для андроида, вы знаете, там ресурсы поделены, да, то есть нового разреза, с низким разрешением, с высоким разрешением, это тоже можно начать делать. Как-то манипулировать. Хорошо. Все. Давайте, значит, ну, собственно, если мы сейчас опять запустим приложение, мы увидим то же самое. Ну, почему? Потому что у нас сам симулятор не запущен. Запустить его надо в эту кнопочку. Нажать. Вот мы на нажали. Вот там, если приглянется, я понимаю, что уже не видно, там что-то стартует. А свет нельзя никак выключить. Что? Свет. Обычно в таких категориях свет выключается где-то очень непонятно. Если можно свет выключить? Нет. Нет, без сэксэкс, да. Да, ну вот смотрите, сейчас у нас уже, значит, что произошло? Запустился реальный образ виртуальной машины, да, с этим газом. Операционная система загрузилась. Какой-то там не стоп-менеджер, в общем, акклент-менеджер, есть какие-то приложения. И даже можно позапускать в принципе. Но смысл заключается в том, что мы можем теперь попытаться наше приложение запустить. Я ожидаю, что, ну, мне бы хотелось видеть, что это тоже не заработает. Сейчас мы попробуем это сделать. Да, правильно. Вот. Поскольку я в новом окружении работаю, я специально так сделал, чтобы показать вам все грабли, на которые вы наткнетесь, когда будете первый раз это делать. Вы получаете вот такую ошибку. Называется, вернее, написано Active Secure Profiles NoSet. И что-то там дальше. По идее, Preferences Security Profiles и что-то там сделать. Оу. Значит, в Windows Preferences вот здесь есть Dyson, там есть Security Profiles, и вот там-то есть кнопочка, которая вызывает вот тот диалог для генерации сертификата. Во-первых, надо создать сам Profile. Давайте назовем его Default, как-нибудь. Окей. Вот. И здесь надо сгенерировать сертификат. Вот до тех пор, пока вы это не сделаете, ну, работать не будет. Вот. Я специально, да, медленно это делаю, потому что, ну, вот, все в это втыкаются, и потом долго думают. Вот еще раз, да. Смотрите, Windows, Preferences, вот здесь есть раздел Tizen, SDK, Security Profiles, у вас, во-первых, должен быть сгенерирован Profile какой-то, ну, Default, да, напишем. Вот. Ну, назовите, а хотите, не важно, да. И вот здесь есть кнопочка Generate. Давайте я сгенерирую, ну, там, тоже назову Tizen, Aliase, не знаю, тоже Tizen, Password, не знаю, тоже Tizen. Вот. Значит, я его генерирую, ну, вот он что-то там, значит, спрашивает, и здесь вот важно, что? Если вы здесь не нажмете кнопочку, да, что он спрашивает? Он спрашивает, будут ее каждый раз использовать или нет? То, если вы не нажмете да, то он тоже самое будет говорить про сертификат. Вот. То есть, его типа у вас нет. Поэтому вы здесь нажимаете да, он вот здесь сохраняется, и все. С этого момента, ну, Appline, наверное, стоит нажать. С этого момента у вас приложения в симуляторе, или в эмуляторе должны запускаться. По идее, да, есть бага известных. После создания, пересоздания, значит, сертификата надо перезапустить этот вот сентябльный мышц. Нет, не жмите вообще. И доезд, но в общем, вот придется, да, придется сделать это жестко, но что делать? Я ее уже, так сказать, что убили. Ну, пусть умрет. для чистоты эксперимента надо. Значит, ну, как устроен, что он вам предложит тот же самый workspace. Да, я про это забыл, мы это уже проходили. Значит, теперь вот опять connection explorer. Да, где-то connection, а, он, наверное, где-то спрятан. Да, правильно, у меня спрятан. Разрешение маленькое, поэтому опировались. Вот так, вот он запускается. В принципе, это настоящий процесс загрузки платформы. Вот, и теперь можно попытаться вот это наше замечательное приложение full world запустить вот так вот, как web application, да, что мы в этот момент будем здесь наблюдать. Мы будем вот, вот что. Да, то есть, что произошло? Произошло следующее. Был собран пакет инсталляционный. Этот инсталляционный пакет, там, я не знаю, был подписан, да, установлен по-честному как приложение вот в эту территорию машину, в эту операционную систему. Вот, и, в общем-то, был запущен. В принципе, мы можем сейчас нажать там на какие-нибудь кнопки, home, увидеть, что вот это приложение существует у нас на экране, вот оно, да. По-честному пакет, можем другие приложения рядом запускать, да, то есть это уже похоже на настоящий, так сказать, процесс. Хорошо. Теперь давайте все-таки попрограммировать. У всех, всем удалось вот это сделать, и какое-то время еще нужно. Ну, раз никто не кричит, что не удалось, значит, пойдем дальше. Итак, что мы будем сейчас делать за Hello World? Мы не будем делать его совсем тупым, просто что-то написать, мы его уже сделаем. Мы сейчас сделаем его таким вот, где-то есть полный экран. Да, мы возьмем вот иконку, картинку вот этого от Tyson, ну, просто картинку, да, и поместим ее, что ли, заставим ее вращаться. Для этого нам потребуется изучать некоторые детальки из JavaScript, сейчас я вам про них расскажу. деталька номер один. Мы добавляем картинку с помощью тека Image, ну, IMG. У нее есть такие атрибуты, есть SRC опять, да, которая показывает, где лежит картинка в нашем дереве, да, и, значит, вот у нее есть какой-то идентификат, он будет нам полезен вообще-то. Вот, ну, а Alt можно пропустить, он это ничего вам не дает. Для нашего примера. Вот. И в файле, который называется MainJS, мы уже знаем, теперь где у нас скрип лежит, да, мы все удалим, лишнее, и сделаем следующим образом. Во-первых, мы получим объект вот этой картинки на HTML-страничке, да, вот здесь такая мысль, что вы должны усвоить. Когда мы добавляем вот этот код в HTML, мы вставляем элемент внутрь HTML-странички, но в JavaScript, в программе, которую выполняет браузер, когда отображает вот эту HTML-страничку, у вас нету переменной автоматически, которая связана с каждым объектом внутри вот этого HTML-странички, да, документа. Значит, для того, чтобы получить доступ к этим элементам, вот кусочкам HTML-страницы, есть специальный объект, ну, вот JavaScript это объект, есть специальный объект, который называется документ. Вот если вы посмотрите на первую строчку вот этого MainScript, MainJS, значит, вы увидите, что я объявляю переменную, там объявляется переменная Image, и дальше называется метод документа, get element by id, а id вы видите в изотвелоке, вот, после вызова этой функции у нас переменная Image содержит, ну, как бы класс, да, вот эту, ссылку на класс, не знаю, это не очень важно, вот, а дальше мы используем вот некий метод уже, так сказать, вот самого этого имиджа, да, мы вызываем трансформации какие-то. Значит, ну, здесь очень просто, мы просто генерируем строчку определенную, которая задает вот эту трансформацию. Осталось понять, что такое вот эти два угла, angle x и angle y. И, видимо, эти два угла, они должны меняться, да, как-то. Значит, для того, чтобы они менялись, нам надо задать ну, какой-то таймер, да, в JavaScript есть отличная, значит, возможность задавать таймер, это такой метод setInterval. Вот, у него есть два аргумента. Два аргумента. Первый аргумент это, собственно, интервал, через сколько раз вызывать что-то, да, а второй, это, собственно, функция, которую вызывать. Вот. Да. Ну, вот, давайте попытаемся этот пример сделать. Значит, давайте так, я сейчас буду делать медленно. Значит, что должен быть, что должно быть в конце? В конце мы должны иметь вот это приложение, которое по двум координатам вот это вот, значит, эмблема, да, эмблема у вас находится, если вы любой проект создаете, у вас эта эмблема находится, я вам сейчас покажу, она вот находится в файлике Images, Tizen32, вот эту эмблему помещаем на страничку, так вот, у вас эта эмблема должна вращаться. Вот, те первые, или тот первый, сделает это быстрее меня, тот, я думаю, что может рассчитывать на девайс. Вот, я буду делать медленно, да, как обычно. Я все делаю медленно, я использую вот это предыдущее. Все поняли, что мы делаем? Давайте, давайте мы вот этот имидж напишем вместе, чтобы было понятно, да, ну, во-первых, я беру вот этот весь body, который у меня здесь есть, и его просто вот так вот очищаем, чтобы он мне не мешался, фунтур я оставлю. Вот, а здесь я пишу так, значит, Img, да, или Img, значит, id равно оба, вот, дальше, src равно, что там у нас, images, а нет, tizen32, png, да, ну, там еще была тазан, она альтернативная, да, может он писать что-нибудь, может он не писать, оба имиджа, да, попробуем, попробуем, это дело запустить, ну, будем использовать что-то же под симулятор, я думаю, что должно отработать. Вот у нас интерфейс глобально поменялся, у нас logo уже поместилось туда, теперь надо поправить, собственно, JavaScript, для того, чтобы, так сказать, это logo как-то вращалось. Да, ну, давайте так, я сейчас вот схожу в JavaScript. Вот, в общем, тут какая-то заготовка для времени есть, но мы сделаем так, мы, вот это вот, сейчас я посмотрю, да, вы можете, ну вот, в принципе, вызов таймера, но только вам потребуется функция не set, тайм-аут, это тоже таймер, но это один клик таймера, вам понадобится функция setInterval, но она тоже там где-то, да, вот, теперь давайте, вот я вот это все удалю, оно нам неинтересно, ну вот, у нас останется функция init только, и вот этот вот обработчик события, который, собственно, эту функцию нас и вызывает один раз, да, все, ну давайте, давайте медленно посмотрим, во-первых, что это за функция, я не буду себе нагнать, да, потому что девайс на счету, да, все такое, на ходу вернее, вот, давайте просто посмотрим, что здесь в этой функции вообще говоря есть, это нам полезно, ну, первое, это просто вывод в лог-сообщение, можно это использовать по жизни, для того, чтобы, ну, вообще узнать, ваше приложение там запустилось, или нет, ну, что-либо, так же, да, консоль лога, стандартный такой путь, значит, вот, дальше, и здесь добавляется некоторый лиснер для кнопки Back, ну, вот, Кирилл в предыдущей презентации рассказывал, что есть некие требования, да, по кнопке Back якобы приложение должно закрываться, но это вот, собственно, как-то делается по умолчанию, вот, то есть, для тех, кто, опять же, с джаваскриптом имеет только, ну, первое знакомство, да, можно, я могу следующее сказать, что вот, этот ивент, ивент листнер, как бы, к нашему задачу, заданию не имеет отношения, но тем не менее, понимаете, два параметра, вот, первый, это, собственно, что за ивент, да, ну, вот, написано, что-то, тазинг, хвк, там, ну, в общем, какая-то кнопочка, аппаратная, а второй аргумент функции, это функция, но вот эта функция, она прям тут и определена, то есть, можно ее вынести куда-то там, да, можно ее имя передать, но это уже про джаваскрипт, да, то есть, это, ну, иногда, такие, такое называют, там, лямбда функции, да, то есть, это вот, лямбда исчисления, там, функциональные языки, и вот, если вы туда походите, там, вот такие слова вы найдете, в общем, но смысл заключается в том, что вот мы передали два параметра, первое, это, собственно, имя лист, имя события, то есть, нажатие аппаратной кнопки, да, а второе, прям функцию, которая, ну, на это реагирует, реагирует она просто, она сравнивает, если, если, кнопка нажата B, значит, выйти, все, точка, вот мы сделаем так, мы сейчас заведем две переменные, ну, как там были, angle x, angle y, завели, вот, теперь, вот в этой вот функции, прям, сделаем, ну, какую-то установку таймера, да, setInterval, вот он нам подсказывает, да, setInterval, и, значит, вот первый аргумент, это объект, то есть, это функция, которая будет вызываться, ну, допустим, update, назовем ее, а второе, это вот интервал, с которым будет там вращаться, с которым будет эта функция вызываться, ну, назовем, не знаю, например, 200, нельзя, пять раз в секунду, вызывать. функцию, теперь, произвезем, да, вот, update, вот, мы завели функцию, здесь нужно этот таймер, вернее, таймер будет эту функцию вызывать, вот, можно что-нибудь напечатать, если хотите проверить, что эта функция действительно вызывается, но нам надо сделать вот такую вот, сейчас я вам покажу опять, чтобы у вас был перед глазами пример, вот, нам надо сделать вот такой вот, вот, добавить туда, значит, всего лишь два момента, первое, это получить имя объекта, в этой функции, второе, опущенное здесь, естественно, мы должны как-то обновить значения переменных, которые я там завел, angle x и angle y, да, не забудьте это сделать, а то вы, конечно, будете трансформировать свое изображение, но если оно будет все время поднимать, уже у нас поворачиваться, вы не заметите, что оно вращается, и третье, вы должны вот, собственно, эту трансформацию применить, т.е. у объекта имидж есть стайл, у стайла есть вот такой вот трансформер, т.е. такое значение, которое, ну, такое скажем, вот, да, который меняет, ну, понятно, что вот здесь происходит, здесь происходит просто некий поворот, ротейт x, ротейт y, все, на величину, на самом деле, множитель можно выкинуть, это 1,2, это пришел с какой-то пример, я не знаю, зачем. Итак, мое решение, ну, оно немножко другое, оно тут чего-то еще, шатдаун, ну, не важно, смысл заключается вот в чем, вот оно здесь написано, в принципе, вам требовалось добавить только две строчки к тому, что было на слайде. Ну, давайте, ну, у нас еще все еще есть время, примерно минута, чтобы второй победитель выявился или не выявился. Давайте так сделаем, я решение показывать не буду, а то это уже будет, кто быстрее перепишет с доски, вот, я попытаюсь его все-таки запустить, если у меня две следы сейчас друг с другом не подберутся, то идея, вот, вот, как-то так вот должно работать, вот, в общем-то, этот пример не так связан с Тайзом, это просто для того, чтобы вы пощупали руками, как вообще вот устроено вот в скором приложении, такого рода, да, вот смотрите, такая логика работы этого приложения, запускается HTML-страничка, она начинает интерпретироваться, там находится файл, там, main.js, да, ему передается управление, а что такое передается управление, вообще, как бы, либо код выполняется вот так последовательно, да, это странно, если он прям написан, да, а если функции, то должен кто-то вызывать, у нас, вот есть такое, вот первая строчка, которая может быть выполнена, да, она присваивает, онлот, то есть, это рабочее, окончание, загрузки страницы, вот он будет вызван, вот этот имит, в этом имите, мы что сделали, мы сделали, вот, set-интервал, вызвали функцию rotate, и с интервалом, вот, 50, там, ну, у меня, поагрессивнее, да, чем там, вот, а функция rotate, эта функция обновляет, вот, эти углы, и их устанавливает, поскольку она вызывается, 50, сколько там, 200 раз в секунду, 20 раз в секунду, так оно и работает, ну, теперь вот, смотрите, мы научились, подключать javascript, мы научились создавать первое приложение, мы научились его, ну, даже как-то модифицировать, даже чуть-чуть дебажить, с помощью консоль бог, и так далее, теперь, хорошая новость, хорошая новость заключается в том, что мы можем использовать, tizen API, то есть, те функции, которые предлагает нам платформа, вот это вот, на которые запускаются наши приложения, мы можем их использовать, прямо из javascript, таким же точным образом, как мы сейчас, вот, что-то там вызывали, вот, и, когда мы говорим о том, что такое там, девайс API, мы говорим обычно о наборе каких-то функций, которые, вот, действительно, могут быть вызваны, вот у нас есть несколько групп, моя задача сейчас такая, я вам вот про все, абсолютно, ну, как, просто перечислю, да, и пару примеров приведу, которые вы можете найти в документации более полной, как используется API, и что в этих API задачи решаются, какие задачи вы можете решить с помощью этих функций, да, вот, и пару каких-то простых примеров, мы опять же быстренько сделаем, значит, ну, скорее всего, будет точно так же устроено, то есть, я буду, он показывает, это маленький пример, вы будете быстро кодировать, а я буду медленно там, как-то к нему идти, потом вы разбираете решение, вот, кто там первый, ну, вот, мы будем это определять, в виде там, конкурса, вот, итак, у нас есть несколько API в Тайзен, ну, вот, здесь они перечислены, значит, самый первый, я бы назвал его, он называется Тайзен, это общие вещи, общие какие-то типы, и функции, которые, ну, скажем так, вот, совсем Тайзен специфик, да, то есть, различные там, фильтры можно задавать, какие-то примитивные типы данных, там определенные типы даты, и так далее, положение, что такое, и какие-нибудь результаты, вот, дальше, есть пакет такой, который называется Communication, это все, что касается, отправки сообщений, смс, e-mail, ммс, все такое, то есть, вы можете в своих программах на JavaScript вызывать все эти методы, управлять смс, то есть, написать приложение, я не знаю, на этих девайсах, наверное, смс, только в штабле этого самого, но, в реальности, вы можете очень простой программой отправить смс-ку. Вот, дальше, Social, это API, который содержит различные функции, связанные с работой в интернет, то есть, например, туда относятся, ну, какие-то там, закладки браузера, еще какие-то вещи, мы про это сейчас поговорим отдельно. Вот, отдельно вынесены задачки обработки контента, ну, то, что в HTML5 поддерживается, например, видео, аудио и так далее, вот вы можете, значит, с ним работать через контент, API, также вы можете с этим контентом работать, ну, например, его загружать, да, или контролировать загрузку, там, устанавливать загрузку, определять, что все завершилось, так далее. Вот, Input-Output, здесь набор интерфейсов и функций, которые связаны с взаимодействием между процессами и приложениями, мы на них тоже посмотрим, System, тоже будет слайд, ну, и важно сказать, что вот есть Application, API, да, вот здесь был вопрос, можно ли сделать детский режим, например, да, вот, если вы имеете, понимание, как он должен быть устроен, по поводу, какие приложения можно устанавливать или нельзя, и так далее, вы можете использовать Application API для того, чтобы смотреть или управлять, даже, значит, наблюдать за тем, что происходит с девайсом, например, какие приложения обновляются, какие удаляются, и так далее, то есть, ну, сейчас, опять же, про это у нас поговорим немножко, вот, вот я обещал отдельный слайд про привилегии, давайте разберемся, что на этом слайде нарисовано, у нас, у нас нет, электронный, ну, ладно, у пальца, теперь, значит, смотрите, вот у нас тут куча экранов, с чего надо начать, когда вы используете какую-то функцию, ну, как правило, вы идете в документацию, смотрите, что она делает, такие параметры принимает, правильно, вот, в документации есть такие секции, очень важные для вас, первое, значит, вон, привилегий, шлоу, да, значит, есть три уровня привилегий, следующий слайд, вам об этом расскажем, и, собственно, привилегия, которая нужна для того, чтобы эта функция отработала, то есть, это та строчка, которую вы должны добавить в ваш файлинг конфиг, да, вот он тоже слева там нарисован, да, вот та строчка, которую вы должны добавить в файлинг конфиг, вот там экран, да, с наверху, справа, вот, право, вот, вот, значит, так связаны, значит, привилегии с функциями, которые вызываете в вашем предложении, да, значит, ну вот, есть несколько таких уровней привилегий, да, ну, вот паблик, обычный, типичный уровень, который вы можете использовать, который, как правило, вы можете использовать, это вот, класс, да, привилегии, то есть, партнер, ну, скажем, это тот, который может, значит, вот, например, для управления приезжей, но может, могут понадобиться какие-то привилегии из группы партнер, да, то есть, вы можете их использовать, ну, а класс, это совсем уже низкоуровневая, честно говоря, даже не могу детально объяснить, что они обозначают, вот, дальше, тайзен и пиарь, первый пункт вот того списка, да, вот, смотрите, что содержит, ну, я уже сказал, базовые типы, их обсуждать смысла нет, вы просто их все время используете, и все, они на комплектации все представлены, значит, дальше, содержит различные фильтры, сортировки, которые вы можете использовать в поиске, там, объектов, каких бы то ни было, и так далее, вот, и содержит различные, вот, части, там, веб и пиарь, да, то есть, что это такое, ну, например, бывают какие-то исключения, которые вы должны обработать, да, какие-то, значит, события, которые вы при, вот, там, царрунский контент, это исполнение ваших программ, получаете, вот, они все содержатся в тазе пиарь, вот, прикладной пример простейший, который мы делать не будем, вы можете найти его описание в документации, в чем здесь заключается смысл, смысл заключается в том, как мы работаем с API, с девайсом API, да, работаем мы следующим образом, читать надо снизу, в самое интересное строчное, вот мы вызываем какую-то функцию, да, давайте прочтем, тазинг, календар, get default календар, find, вот мы вызываем функцию find, значит, этой функции find, мы передаем аргументы, обычно мы передаем какой-то, колбэк, или какую-то функцию, указательную функцию, которая отрабатывает, в случае успеха, или завершения, или там, успешного события, да, какую-то функцию, которая обрабатывает, или отрабатывает, вызывается в случае ошибки, ну, и какие-то еще аргументы, ну, в данном случае, это фильтр. Значит, почему такой стиль? Потому что, ну, это не только в Тайсон, можно во многих, там, мобильных платформах увидеть, такого рода, стиль, да, вызова API, он весь асинхронный, да, то есть, вот андроид писал тоже, там, так, ну, не совсем так, да, но идеи похожи. Значит, дело в том, что разработчики стараются, там, оптимизировать, да, вызовы, вот, и развязать интерфейс от исполнения, да, то есть, то, что пользователь, там, где-то накликал, не должно влиять на другие исполняемые приложения, не должно влиять на интерфейс пользователя, вот поэтому, как правило, пользователь, пользователь, это программист, в данном случае, пользователь просто вызывает функцию, а когда она будет завершена, ну, вот, тогда он получит управление, и что там закончится, результатом, Ну а дальше, если вверх считать, ну все тоже самое, ну здесь просто показано, как устроены даты, это довольно, ну календарь вообще довольно сложная штука, кто пытался написать какие-то календарные программы, обычно наступал на какие-нибудь грабли. Вот, давайте, да, ну и две функции, которые обрабатывают, собственно, завершение, успех или неуспех, но на этом мы останавливаться не будем, давайте быстренько пробежимся по приложениям, вернее, по API, которые у нас есть, и первый из них, второй специфический API, это API Application API, значит, что здесь есть? Здесь есть управление приложениями. Первый, Application, ну в данном случае он последний, но тем не менее, как я говорил, установка приложений, де-установка, ну удаление приложений, да, обновление приложений, это все может быть обработано. Ну, например, можете написать программу, которая занимается наблюдением за вашей, вот, за вашим устройством, да, пользователю можно сказать, вот, слушай, тут вот после этого приложения, как ты поставил что-то, трафик возрос 20 тысяч раз, или вот тормозить, сказал, вы всегда это можете сделать. Это очень хорошая идея приложения, но можно и продавать, да. Дальше. Ну, соответственно, я бы отнес это, конечно, к последнему, вы можете получать списки приложений, можете там формировать какой-то выборочный контент, ну, то есть выборочный набор приложений, какие-то, например, можете создать программу для организации этих приложений, да, какие-то фейворит, какие-то там редко используемые. Опять же, идея для приложения, вы можете собрать статистику, чем там пользователь занимается приложением, да, ну, не только с помощью этого, да, если еще там систем понадобится, наверное. Вы можете посмотреть, какие приложения можно удалить, чем они будут пользоваться, да, ну, вот, в Linux, Windows есть такие программы, да, вот. Ну, естественно, вы можете запускать и удалять, ну, убивать приложение, да, но смотрите на привилегий, это не все, да. Дальше вот такой пример. Мы его делать не будем, потому что не у всех запускается симулятор, вернее, симулятор, да, поэтому мы пропустим, но обсудим. Но обсудим. Значит, смотрите, вот это вот получение информации о, вернее, это два примера здесь приведено. Первое, это получение информации о текущем приложении, то есть я просто могу вывести окошко в какой-то или в консоль вывести, да, ну, как здесь делается. Что вот я сейчас в приложении вот такое. То есть есть много параметров, которые вы можете получить, ну, вот, как пример, да, вот, если вы посмотрите на структуру Open4, там можно увидеть, какую информацию о приложении вы можете получить. Вот здесь вот, например, приведено также, как спрятать там приложение, но, в принципе, вы с объектом Application уже работали, если вы посмотрите, например, который сгенерировал, по умолчанию, да, там вот эта функция init содержит в обработчике вот этой хардверной кнопки back, то есть аппаратной кнопки назад, там уже этот объект Application уже используется, там называется функция exit, ну, вот здесь вот называется функция height, кнопочку нажал, пользуете, приложение спрятано. Вот еще один пример, который мы не будем делать, а жаль, а может будет, нет, не будем, не буду здесь. Вот это пример, который нам позволит запустить приложение выбранное. Здесь есть два тонких момента. Первый тонкий момент, для тех, кто не знает HTML, здесь появляется возможность для ввода пользователя, да. Вообще, конечно, вам рекомендуется использовать те средства графического интерфейса, которые есть вот в платформе, да, и вот Кирилл на предыдущей презентации приводил пример, там есть пример какой-то, который все виджеты, я забыл, как он называется, который все виджеты, ну, большинство виджетов, примеры их использования включают в себя. Вот, но здесь очень простой пример, значит, смотрите. HTML поддерживает формы. Форма – это вот некая совокупность каких-то метод текстовых и полей ввода. Ну, могут быть более сложные, какие-то что-то, там, ради кнопки, там, еще чего-то. Ну, в общем, это какая-то разметка. Вот здесь, что у нас есть? Здесь у нас написано, в общем-то, кусочек HTML-странички, которая содержит три компонента. Значит, первый компонент – это текстовая метка, на которой написано «Name of Application». Второй компонент – это поле ввода. Ну, видите, вот они отличаются чем «Label», «Input», «Vatman». Да, это вот тип, да? Как бы, второй компонент – это поле ввода. То есть, просто пустая сточка, да? И третье – это кнопка. Вот у кнопки есть такой атрибут, ну, в терминах программирования обычного, да, императивного. Это некий обработчик события, да, который в данном случае у нас называется «Run Application». Ну, так вот мы назвали функцию, да, которая вот вызвана, когда пользователь нажал на кнопку. Вот. Что, значит, надо сделать, чтобы запустить приложение? Надо ввести в поле, вот это в поле ввода, имя приложения. Как его получить? Мы опять обращаемся к документу. GetElementById, да, идентификатор. И value, у него есть такой атрибут value, мы можем его получить. И с помощью вот этого вот класса «TizenApplication» можем функцию вызвать «Lunch». Теперь второй тонкий момент. Второй тонкий момент заключается в том, что вы не знаете, как у вас это движение называется. Сейчас я это вам продемонстрирую. Если мы сходим в наш файли «Config», я уж не помню, в какое место, сейчас я найду. Да, сейчас. Вот, вот, Tizen, да, на вкладке Tizen мы имеем Tizen-специфик параметры. И вот, несмотря на то, что у нас приложение называется Hello, мы имеем здесь вот такую сложную штуку. То есть, приписан какой-то случайный идентификатор. То есть, идентификатор приложения в рамках всей платформы должен быть уникальным. Поэтому вы можете написать в новом приложении Hello и, значит, их запускать. Потому что они будут различаться идентификатором, который в данном случае генерируется. Возможно, он как-то еще может быть создан. Итак, я думаю, что давайте-ка мы попытаемся следующий пример, следующий девайс разобрать. Все-таки. Итак, задача. Вот у вас есть эмулятор. Да, давайте на него посмотрим внимательно. На этот эмулятор. Сейчас я найду свой эмулятор. Этот эмулятор у меня от другого запуска остался. И поэтому он даже не умер, он даже хорошо себя чувствует. Мы его по-честному разблокируем. Вот, смотрите. У нас вот здесь от прошлого запуска остался установленный наш пример Hello. Правильно? Есть такой. То есть я ничего не делал. Я просто запустил его один раз. Он туда установился. Он не будет туда. Он там и будет жить. Теперь предлагается в течение там шести минут написать вот такое приложение. Я все, так сказать, вам карты в руки дам. Вот оно. То есть мы берем, пишем еще одно приложение. Это очень важно. Не предыдущее портим. А новое создаем приложение. Уже, так сказать, путь этот нам пройден. Мы опять берем в качестве шаблона простое приложение Basic. Там есть Basic Web Application. Вот. Мы делаем вот такую форму. Пока не используем никакие виджеты. Вот просто делаем простейшую форму вместо всего контента, который у нас в HTML-страничке в Badi существует. Ну, мы это только что делали. Мы все там удаляли. И между тегами Badi и Slash Badi писали, чего имидж писали. А теперь вот надо написать вот такую форму. Вот. И привязать к кнопке Вот такую функцию Run Application. Как только вы нажимаете на кнопку, она должна запуститься. А вот внутри, внутри этой функции Run Application у вас должно быть вот что-то такое. Ну, даже не то, что что-то такое. Вот, если мы возьмем этот пример, вот точно вот этот. Если вы туда это точно помещаете, значит, оно должно работать. Секрета, напоминаю, здесь два. Секрет номер один. Какой идентификатор приложения вписать в поле? Это сходить внутрь файл конфиг первого приложения, да? Кликнуть на складку Tizen, найти там идентификатор ID, называется поле, чуть ли не первое, да? И скопировать эту строчку. И ее, соответственно, вставить. Вот. Это первый секрет. Второй секрет заключается в привилегиях. Если вы внимательно посмотрите на вот эту функцию Launch, то вы увидите, что для ее запуска требуется определенное привилегие. Ее надо в файл конфиг добавить. Иначе работать не будет. Тогда пойдем дальше. Коммуникейшн. Значит, что включает в себя коммуникейшн? Он включает в себя управление всеми соединениями, блютуз, NFC, пуш-нотификации и месседжинг. Месседжинг, как я сказал, это весь доступный месседжинг, который мы привыкли использовать на устройстве. Это смс, ммс и емейлы. Вы можете с легкостью написать программы. Здесь какие-то сейчас примеры будут. Мы сейчас их пообсуждаем. Вот, например, это вот отправка смс. Да? Ну, смотрите, занимает это, ну, 10 строчек максимум. То есть, читаем вот опять снизу. Снизу вверх читаем. Да? То есть, вот сама функция, она выглядит опять точно так же. Да? Тайзинг, месседжинг, дальше, getMessageServices, то есть, существует, если вы справки посмотрите, набор вот специально определенных строчек, которые говорят о том, что за сервис вам доступен. Вот, если вы этот сервис получаете, вот, а что такое получаете? У вас есть два кулбэка. В один из них вы попадаете, если у вас есть такой сервис, да? Список получаете. Если... Вот я думал, что такое список для смсов, а потом понял, что девайсы бывают с двумя там ссылками, Вы можете получить и выбрать даже. Не только попросить пользователей выбрать, да? Через какой сервис отправить. Вот. Ну, а если нет такой возможности, значит, тогда вы попадете вот в этот кулбэк, который обрабатывает ошибку, и, собственно, ничего дальше не делаете. Вот. Так вот, если вы попадаете, собственно, вот этот предпоследний блок, весь сервис, фирс, себе, если вы попадаете сюда, значит, у вас список не пуст. Значит, вы можете взять, создать некий объект, который называется сообщение, инициализировать его как-то, вот здесь пример показан, вот, и, соответственно, отправить это сообщение, вот, send message, да? Ну, здесь пару комментариев, наверное, стоит сделать про, опять же, JavaScript, то есть, это язык динамический, можно, например, массивы объектов, или структуру объектов, то есть, как бы, класса, генерировать прямо на лету. Вот, давайте посмотрим на, вот, этот вот, аргумент, вот этого message, здесь будет следующее написано, ну, первый аргумент, строчка, а второй, видите, это прямо объект, вот, объект, у которого есть два поля, одно поле, это, вот, plane body, вот эта вот строчка, да? А второе поле, это to, и это, опять, не просто объект, это список, в этом списке один аргумент, он вот какой-то, там написан, да? Вот, то есть, это такой вот, в общем-то, довольно удобный, с одной стороны, но довольно опасный язык, да, потому что, когда вы начинаете думать над системой типов, у вас начинает немножко, значит, в голове появляться туман, но, вот еще раз, да, объекты описываются на лету, внутри фигурных скобочек, как будто вы их прямо вот объявляете, если вы на C++, например, аналоги определяли объект, объявляли, да? Вот, прям просто без имени, вот, это объект, да? Перечисляйте поля, вот, и поля, поскольку, система типов динамическая, да, поскольку поля получают свои типы, в момент присвоения, здесь они вот эти типы получают тоже в момент присвоения, то есть, одно тип строчка, другой тип, вот список, да? вот это такая, такая вот немножко, может быть, необычная конструкция для тех, кто привык писать там на C++ или на Java, но вот, имейте в виду, что вот такое вот бывает. Контент для PR, значит, контент для PR, это такой вот набор функций, который позволяет, как я уже сказал, получать доступ к различным вот этим контентам, видом контента новым, которые в HTML5 появились, например, там, аудио, видео, изображение и так далее. Вот, и это, собственно, набор классов, да, для объектов, которые позволяют этот контент получать. то есть, то есть, вот дальше будет пример, тоже, это пример, в общем-то, можно найти его в справке, он немножко модифицирован, но, в общем, в основном, такое, как там. Вот, здесь тоже очень просто все, вот нам надо скачать что-то, да, смотрите, опять читаем снизу, вот, download request, ну, тут, правда, со второй строчки снизу надо читать, да, вот, download request мы создаем сначала, это такой объект, который описывает нам, чего мы хотим качать, куда хотим качать. Вот, пока можно думать, что документ, это какой-то стандартный документ в профайловой системе, и похоже, я про файловый API скажу. Вот, пока смысл такой, что я хочу скачать вот Redmi в папку, которая называется документ. Вот я создал этот объект, который описывает это действие, и дальше, я запускаю просто старт, тайзен, download, старт. И опять, смотрите, я передаю туда вот два, в общем-то, аргумента, один, собственно, вот этот рекрест, который я собираюсь исполнить, да, а второе, это вот listener, это опять же функция, обработчик, да, которая, но это на самом деле не функция, да, это объект, который содержит набор функций обработчиков. Вот их там сколько? Пять, да, что будет делаться, если прогресс изменяется, что будет делаться, если пауза, если отмена, если, значит, закончился процесс скачки, ну, и если, там, библиотеку специализированную, то же самое. Единственное, отличается вот некоторый стиль, да, вот такой синхронного вызова, но это вот, почти всегда это просто. Input-Output. Вот, я обещал, пару слов сказать о файловой системе, но вообще, вот, файлов AI, это, скажем так, то, что появилось под давлением очень многих там сил, да, в стандарте, что ML5, вот этот файловый API, он большой, сложный, ну, и вроде как универсальный. Я так понимаю, что Тайзен, в общем, используется нам раз. Да, 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 что, что, что такое файловая система, с точки зрения, вот, V3C, да, это надбор таких вот деревьев, да, то есть неизвестно, где конкретно на хосте, или там, на мобильном девайсе, где у вас находится папка документы, как она там реализована, где находится папка, там, не знаю, в мете, где находится папка, там, где находится папка, в десктоп, все что угодно. Значит, файл систем, с точки зрения, вот, HTML5, это некий набор таких вот мест, где можно создавать объекты двух типов, файлы, либо папки. Все. Вот это полностью заимствовано, вы можете взять, я даже уверен, что, наверное, в вашей документации, вот, по тайзу, которая с тайзем языка идет, есть ссылка, какой-нибудь в V3C стандартный, и вот там полное описание. То есть ничего здесь нестандартного нет. Ну и вот, MessageCorp есть такое, значит, еще такой механизм, если вы хотите обеспечить взаимодействие приложений друг с другом, иногда это полезно, вы можете использовать вот такой вот, ну вот, IPC механизм, похожий, да? Дальше вот будет пример, наверное. Нет, не будет. Ну, в общем, это довольно такая специфическая задача, но если вы захотите передавать приложения какие-то данные, да, как работающим, так и, ну, то есть в процессе работы интерактивно или автоматически, вы можете вот разобраться с этим механизмом, с этим API, сможете там нам что-то. Ну, например, ну, например, у вас есть какой-то плеер, который видео прокручивает, да, или аудио, да, и есть какой-то менеджер, там, RSS-лент, да, на веке, или чего-нибудь такого, подкаст-менеджер, да, вы одному говорите, что вот ты качай, как только видишь интернет, и ему же говорите, как только вот что-нибудь новенькое скачалось, ты мне запускай, я буду смотреть или слушать. Вот, простейший пример взаимодействия приложения. То есть, вы слушаете какой-то один подкаст, да, вам, значит, вмешивается в работу, значит, долгод-менеджер передает данные, что доступен еще что-то, и вам будет лоп, вот еще что-то новенькое, не хочешь ли. Вот. Ну, пример. Ну, профайлы очень много всего можно найти в интернете и так далее, это HTML5 в чистом виде. То есть, здесь, примитивнейший пример, вот хочу там список файлов получить, опять же, два, так сказать, просто холлбэка, и, ну, DIR надо еще создать, да, ну, DIR тоже достаточно простой объект, там просто некий дефектфикатор, идти, да, или корень его, вот, и можете, очень просто. А, message, port, example, да, вот есть такой, это пример прямо с SDK, есть такой пример, можно на него посмотреть более внимательно, но то же самое, опять вспоминаем, что, вот, на низ смотрим, да, вот, send message, вспоминаем о том, что объекты можно определять прямо на лиду, прямо как аргумент функции, вот смотрите, здесь определено, что мы в local port посылаем вот такой массив, массив, состоящий из двух объектов, каждый из объектов имеет поле кей, или кей, и имеет поле вылит, вот этот такой простой очень интерфейс. Ну, как создать local port и remote port, мы можем увидеть вверху, тоже достаточно просто указать какие-то имена, то есть это похоже чем-то на пайпе, если вот кто-то там в Linux и что-то видел пайп, вот, очень похоже на пайпе. Я даже подозреваю, что оно так и реализовано через пайпе, поскольку под Tizen вот с визуальной частью там ну и, так сказать, завершением всего этого разговора, вот у нас есть систем API, а нет, в завершении еще одна тема будет, которая содержит различную информацию о том, как система устроена, если вы запускаете веб-симулятор, вы видите, вот там слева такая информация сразу появляется о системе, вот это все можно получить через систем API, в том числе можно получить как-то батарейка, живет, не живет, есть хороший пример с батарейкой внутри, ну вот, в наборе тех примеров, которые вы создаете веб-аппликейшн в Tizen SDK, вот, значит, ну, систем settings, сказано громко, сейчас это содержит только обои или метоны, наверное, там появится что-то еще в будущем, вот, ну и веб-сеттингс, это различные настройки, там, укис, прокси, ну, все, все, что связано с доступом на канал, вот, Social API, ну вот, для меня, я вот, все пытался понять, почему это называется Social API, поскольку я, как рабочий, в вашем мере отношении, на канал, в журнке свой комментарий встанет, да, то есть, я бы не назвал это Social API, но тем не менее, тем не менее, Social API позволяет вам работать с вашими закладками, с различными вот ссылками на ресурсы, с календарями, задачами, да, с историей звонков, с контактами, то есть, со всем тем, что обычно вы используете, когда, ну, используете смартфон, да, ну, самое первое, что вы начинаете, это вот, различные там, устанавливаться на арминалки, смотреть на арминалки, там, смотреть историю звонков, собственно, в контакты, лезть и так далее, то есть, такие основные функции, вот, и очень важно, Вот кто-то здесь спрашивал, будет ли там голод какой-то или нет. Вот здесь есть поддержка Open Mobile Alliance синхронизации. Это такая активность, я правда не знаю, насколько она дошла до финиша, но известно, что вот каждый, вот 10 лет назад, если мы начнем смотреть, очень тяжело пересесть с одного производителя телефона на другого, потому что как скопировать контакты непонятно. Ну, сим-карты были тогда с маленькой памятью, ну, у меня там 4000 контактов, ну никак, формат разный. Вот, поэтому возникла такая активность по стандартизации, вот синхронизации всего контента, который выше, независимо от типа устройств. Вот в Тайзен заложена уже такая вот поддержка, поэтому если вы вдруг захотите, там, синхронизировать свои контакты, эти календари или что-то такое с какими-то другими ресурсами, вы можете это сделать. Я думаю, что это уже достаточно для того, чтобы там иметь разное устройство, например, в общем их использовать. Ну, вот тут небольшой пример с календарем. Я думаю, что в силу, так сказать, отсутствия времени мы его пропустим, он довольно очевиден. Вот, здесь просто добавляется вот событие. Вот, где это там, как будто с батарейкой. С батарейкой тоже пропустим, поскольку очень простой пример. Вот, но, вот теперь, так сказать, последний шанс со мной выиграть девайсы. Да, это поиспользовать так называемый девайс ориентейшн. Надо сказать, что это опять же V3C интерфейс, определенный V3C. То есть, сейчас браузер, любой, может использовать, если такая информация вокруг есть, информацию о логейшн, это раз. Во-вторых, об ориентации. Вот, поэтому есть вот такой вот интерфейс. Давайте поговорим, что это интерфейс с точки зрения джаваскрипта, да, это как мы программируем. То есть, это интерфейс, ивент, да, то есть, это просто событие, какое-то описанное, вот его структура, смотрите, что оно в себе содержит. Оно содержит три угла и флажок. Абсолютное это значение линта или, значит, относительное. То есть, если мы вот вращаем какой-то девайс, да, нам эти углы вот могут поступать в виде такой структуры. То есть, мы вот этот ивент, если он нам придет, мы можем его использовать. Вот. Теперь как его использовать? Вот здесь написано, как его использовать. То есть, у нас есть вот этот, ну, это уже Windows, да, мы уже от Windows использовали там, онлот, да, помните? Вот. Теперь мы используем другой, как бы, метод, это уже метод, это мы добавляем некоторый слушатель, вот, или функцию, которая умеет отрабатывать вот такой тип события, да, вот device orientation, да, вот. Вот. И что мы пишем? Да, ну, тут немножко пример сложный, мы его, значит, немножко упростили. Давайте я вам потом, как работает сложный, покажу. Что мы пишем? У вас есть хеллоу-голк, помните? Там есть вот эта вот штука, которая вращается. Сейчас она вращается по таймеру. Я надеюсь, что у всех. Ну, у кого не вращается, значит, у того будет дополнительный стимул, чтобы она завращалась. Но уже не по таймеру. Значит, вы должны будете сделать, вот это сейчас не читайте, это я вам потом скажу, если вы говорите про канвас, это, как бы, не Тайзен-специфик, это просто, что мы пятенцы. Значит, итак, мы хотим теперь сделать так, чтобы вот эта эмблема Тайзен из Hello World у нас вращалась не по таймеру, а вращалась в зависимости от того, как мы это устройство повернули. То есть, вот чтобы углы менялись в зависимости от ориентации. Понятная идея? Значит, вот, да, ну да. Значит, как это сделать? Сейчас я попытаюсь вам показать маленький кусочек кода, чтобы, так сказать, лишнего не показать, чтобы вы все не переписали. А, давайте так сделаем. Вернемся вот сюда. Во-первых, вы откроете справку. Она там есть, она хорошая. И посмотрите, как реализован... Вот наберете просто вот это вот, найдете справки. Девайс Ориентейшн Девинт. Да? Вот. Там будет пример. Какой-то очень похожий, да? Но тем не менее. Попытайтесь. Первое. Добавить свой обработчик. Строчка, которая добавляет обработчик внизу. Обработчик у вас должен называться, вот исходя из этого, Tizen Handle Device Orientation, можете по-другому назвать, как хотите. И там реализуете вот эту вот логику. То есть я хочу, чтобы вот эта вот эмблемка у вас вращалась именно так, как повернута устройство. Для того, кто это сделает, это как бы базовая часть задачи, да? Для того, кто это сделает, я сейчас пару слов скажу о том, что такое конвас. Это уже вот точный, так сказать, девайс, который первый сделает через 10 минут. Добавьте, пожалуйста, да, значит, потому что ML5 появилась такая штука, как канвас. Или канвас, я не знаю, канвас. Полотно. А? Полотно. Нет, я понимаю, да, я по-английски как-то, не знаю, какой признак станет. Конвас, думаю. Значит, появилась... Ну, или вот палатная, да, как Кирилл говорит. Значит, это такой же элемент, как и любой другой. Его можно добавить на страничку. Этому элементу достаточно задать размеры. Вот они. Здесь показаны. И с этим элементом можно работать, как с обычным, вот... Ну, вы привыкли, ну, наверное, кто-то из вас что-то программировал такое графическое, да? То есть, это используют какие-то примитивные графические функции, графические примитивы. Ну, вот здесь у меня написано всего два. Нуфту и лайнфту, да? То есть, у нас есть канвас как фоторазмера. Мы можем поместить туда перо, знаете, как учат программирование в школе, да? Там тут перо, потом это перо опустить, да, и куда-то там провести, да? Так вот. Кому удастся первому сделать... Ну, во-первых, у нас соревнование, кто переделает вот этот вот Hello World, чтобы он поворачивался в соответствии с ориентацией устройства. Это будет работать и в веб-симуляторе, и... А вот там, я не знаю... ...какая движение тоже есть. Да, есть там, и в эфире, да, 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 да. Вот. Это будет работать в любом из вас, да? У кого работает СДК. Вот. Это первая задачка, первое соревнование. Второе соревнование. Рядом с этим устройством, рядом с этим... с устройством, рядом с этой иконкой, если это, с этой эмблемой, нарисовать еще оси, но которые будут отражать текущую... текущую ориентацию устройства, да, то есть выберите любое направление, любое, и откладывайте. Третьих. Можно сделать, если кто-то не понимает, как отобразить оси на плоскость, да, можно сделать две проекции. Вот это вот, если сверху смотрите, а это там, если сверху, пусть они... просто стрелочек показывают, две стрелочки, да. Неважно. Важно иметь, первое, вот вращающееся, это, соответственно, соревнование устройства кружок, вот это, в котором мы правом верхнем углу. Второе, вот превратить это в какой-то аналитический вид, то есть нарисовать оси, или стрелочный вид. Вот у меня немножко другой пример, давайте я вам его покажу, что ли. Но код показывать не буду. Код потом разберем, когда у нас появится победитель. Вот, вот смотрите, вот я, значит, двигаю этот девайс, как-то я его вращаю, меняю его ориентацию. Значит, что происходит? Каждый раз, когда я что-то двигаю, вызывается функция Handle Device Orientation, да. Она что делает? Она ничего не делает, она просто добавляет новые точки в массив. Сколько бы их не было. То есть, сколько бы раз я не вызвал вот эту вот функцию рисования, не рисования, сколько бы раз я не повернул это устройство. Вот так вот. Вот оно, добавляет. И, надо помнить, что на этом фоне еще работает таймер. Таймер вызывает функцию Update, которая делает две вещи. Вещь номер один. Она смотрит, если точек в массиве больше пятидесяти, она все лишние старые точки оттуда выбрасывает. А если, ну, а потом столько точек сколько осталось, она просто рисует. оттуда выбрасывает. Спасибо. Спасибо.